Посевная организация дорожных работ и экологические субботники. Эти и другие темы обсудил глава Чувашия на совещании с главами администрации муниципалитетов республики. В этом году почти 4 миллиарда рублей будет направлено на ремонт дорог в муниципалитетах республики. Причем больше всего денег получит столица Чувашия. Чебоксарам будет выделено почти 2 миллиарда, 1 миллиард 955 миллионов рублей. Чебоксарскому району вместе с проектом БКД будет выделено 652 миллиона рублей. Безусловно, Чебоксарский район таких сумм на дорожные работы никогда не получал. Порецкий и Батаревский районы имеют такие значительные цифры тоже, 256 и 232 миллиона. Это связано с тем, что они активно участвуют в программе по устойчивому развитию сельских территорий. И вот в этой связи хотел бы ко всем главам муниципалитетов обратиться, активно включиться в подготовку проектной документации по этому направлению. Всего в этом году в сельских поселениях республики планируется построить и реконструировать 36 автомобильных дорог. В городах 13. Глава региона Михаил Игнатьев подчеркнул, необходимо тщательно контролировать качество дорожных работ. Срывов быть не должно. Подготовка к весенним полевым работам идет полным ходом. В 2018 году аграрии планируют засеять 560 тысяч гектаров. В текущем году поставлена задача увеличения площади посадки картофеля, точнее говоря, возврата утраченных позиций по производству этой важной традиционной лечеварской республики культуры. В хозяйствах республики имеется достаточное количество сельхозтехники для возделывания этой культуры. Здесь хочется обратиться к главам администрации, взять под личный контроль выполнение показателей по производству всех основных видов сельхозпродукции. Все это в соглашениях с вами у нас прописано. В настоящее время имеется стабильный спрос как общеварской республики, так и в стране в целом на семена технических культур. Подсолнечника, арабца, горчица, соя стоит с особой осторожностью формировать структуру посевных площадей с учетом включения в себя оборот подсолнечника. Весной в республике запланированы и проведение ряда крупных общероссийских акций. В их рамках пройдут экологические субботники, будут благоустроены городские и сельские территории. С 15 апреля по 15 июня пройдет общероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности». В этот период пройдут массовый экологический субботник сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, очистка и благоустройство родников, отделение территорий, закладка новых парков, посадка зеленых насаждений различных категорий, благоустройство территорий городских и сельских населенных пунктов, санитарная очистка лесов, очистка водоохранных зон, прибрежных полос и водоемов. Также с 21 апреля по 21 мая пройдет всероссийский экологический субботник «Зеленая весна», пройдет 12 мая всероссийский день посадки леса. С чем-то родников должно быть, а не в каком состоянии сейчас вообще. Мы должны были в год экологии благоустроить. Все родники на территории закреплены, есть ответственные, вот есть энергоизмотовая компания, которая каждый год по 2-3 родника благоустроит. Все они находятся в хорошем состоянии, и каждую весну их просто люди благоустроят. А там, где есть питьевая вода, люди пьют, они всегда пьют только в чистых родниках. И здание, сооружение, очистку проводят. В практике надо распространять быстрее, соответственно, качество воды – это наше здоровье. Глава региона Михаил Игнатьев также поручил привести в порядок мемориалы и места захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны. Галина Титарчук, Анастасия Алангина, Александр Петров. Республика.